Поскольку предыдущий ролик про биомашин довольно быстро собрал 10 тысяч просмотров, то мы приняли решение сделать еще один разбор на этого парня. Тем более, что он не перестает нас радовать своими новыми работами. И сегодня мы разберем его новый ролик под названием «Что не так с подтягиваниями? Баланс между здоровьем и ростом». Уверен, что будет много всего интересного, так что приступим. Ну что, дорогие друзья, начнем это видео с уважения к зрителю. Не будем тут светить сосками, застегнемся, снимем шляпу и начнем. Если бы Роман действительно уважал своих зрителей, то он бы более основательно подходил к подготовке роликов, в том числе брал бы информацию из научных источников, а не непонятно откуда из интернета, и делился бы ссылками на эти самые источники в самом ролике или в описании к нему. Тем более, что буквально через несколько секунд он снова разденется и будет светить своим голым торсом на всю площадку. Поэтому для чего нужно было это вступление, мне лично совершенно непонятно. Сегодня мы продолжаем наше видео о разборах самых популярных упражнений. У нас на очереди подтягивания. Такое же, как отжимания. Очень популярное делают его все, но вот нюансы там тоже есть. И здесь не будет каких-то типичных вещей. Здесь я, как и в прошлом видео про отжимания, собрал что-то такое, что точно кому-то из вас пригодится. Что-то из этого, скорее всего, вы не знали. И с точки зрения практики, это видео будет максимально полезным для вас, вместо того, чтобы мы снова начали повторять азы подтягиваний. Давайте начнем с того, что... Так же, как и в отжиманиях. Так же, как и отжимания. Подтягивания — это искусственно придуманное движение. Да что ты, черт побери, такое несешь? Если бы мы выполняли какую-то природную задачу, куда-то бы двигались и висели наверху, мы бы не делали это ровно как-то, да? Мы бы делали раскачку, мы бы дергались, да? То есть мы бы совершали инерцию. Мы бы не делали это полностью, выключив какие-либо ненужные нам движения. То есть это не выглядело бы как современные подтягивания. Это первое, что нужно понять. Чем мне не нравится биомашин, так это своими громкими и безосновательными заявлениями. То есть, с одной стороны, он говорит, что подтягивания — это искусственное упражнение, а потом выясняется, причем выясняется между строк, потому что сам он об этом не говорит, что речь идет не про все подтягивания, а только про чистые подтягивания, которые выполняются исключительно для прокачки отдельной конкретной группы мышц. Но при этом мы сами должны это понять, потому что Роман обвиняет все подтягивания. Это то же самое, что заявить, что все великие математики были геями. А потом между строк объяснить, что на самом деле ты имел в виду только Алана Тюринга, и все, о всех остальных вообще не упоминал, да, как бы, но ты говоришь, что все математики, все великие математики вот были. Это очень странная аргументация, и абсолютно мне непонятно, зачем ставить знак равенства между чистыми подтягиваниями и подтягиваниями в целом. Нужно понимать, что есть большая разница между тем, чтобы выполнить движение и сделать упражнение. Когда ты выполняешь движение, ты стараешься сделать его максимально эффективно, чтобы затратить минимум энергии на его выполнение. Именно поэтому ты можешь подключать и киппинг, ты можешь подключать и ноги, ты можешь делать подтягивания, или когда ты делаешь выход, ставить одну руку во флажок и потом собираться. Именно все это ты используешь в реальной жизни. Не говоря уже о том, что вряд ли в реальной жизни ты решишь сделать подтягивания на перекладине, которая просто стоит посреди поля. А если тебе надо забраться, например, на забор, то ты, конечно, можешь упереться еще в него ногами и перелезть. То есть сама по себе тренировка на уличных спортивных площадках, она очень далека от естественных условий. С другой стороны, когда ты делаешь упражнение, твоя задача сделать его максимально неэффективно, чтобы твои мышцы получили максимальную нагрузку. С точки зрения природы нет никакого смысла делать упражнение медленно, потому что тем самым ты усложняешь себе жизнь, усложняешь движение. Но с точки зрения тренировки, с точки зрения тренировки силовой выносливости, тренировки мышц и так далее, и так далее, в этом есть смысл. Это просто две абсолютно разные задачи. И оценивать само движение нужно, исходя из тех задач, которые ты перед собой ставишь. Если твоя задача пройти полосу препятствий, например, Ninja Race, то, естественно, твоя задача выполнять каждое движение как можно более эффективно, чтобы тратить меньше сил. Если твоя задача прокачать мышцы, потому что ты хочешь добиться силосложения, как у греческого бога, то твоя задача, наоборот, нагружать мышцы как можно больше в каждом движении. Поэтому эта претензия Романа мне абсолютно непонятна. Соответственно, то, что мы делаем с вами на тренировках, это такой искусственный подход для того, чтобы почувствовать необходимое на мышце. Соответственно, в данном случае нам все-таки необходимо учитывать физиологию строения нашего тела, иначе мы будем себя потихоньку разрушать. Как я говорил-то ранее. Поэтому, как и в отжиманиях, самый безопасный вариант исполнения – это руки под 45, да? А также и здесь. Самый безопасный вариант исполнения – это чуть-чуть вывести руки вперед, направить их немного, да, от себя. Ну, не под углом 45, ну, чуть пошире, да, ребята? Но не вот так. Неширокий, не широкий хват. Вот это движение будет максимально безопасным. Вот. Обратите внимание. Нет, это движение не будет самым безопасным вариантом подтягиваний. Если мы говорим про подтягивания верхним хватом, на ширине плюс-минус плеч, да, действительно, нужно выводить локти немного вперед для того, чтобы избежать проблем с своим плечевым суставом. Сейчас на видео от наших любимых Muscle Emotion я покажу, что происходит, если вы локти оставляете параллельным телом, а не выводите немножко вперед и не пытаетесь как бы руками согнуть перекладину вперед. Но если мы говорим про непосредственно сами подтягивания, то самым безопасным вариантом будут подтягивания нейтральным хватом на ширине плеч, который можно выполнить на рукоходе. Потому что именно такое положение плеча и предплечья является самым естественным и самым натуральным. Когда вы просто стоите ровно, ваши руки находятся именно в этом положении. То есть они не пронированы и не супинированы. Никакой дополнительной нагрузки ни на плечевой сустав, ни на локтевой состав не идет. Именно поэтому данный хват будет являться самым безопасным. Популярно отжиматься, подтягиваться вот так. Ганнибальские еще подтягивания называются. То есть руки расположены вот таким образом, и происходит работа. Я раньше так делал очень много раз. Но увы, да, в данном случае мы все-таки разрушаем свой сустав. Потому что чем шире ваши руки и чем больше они отведены, тем сильнее вы втягиваете надосную мышцу под акромион и постепенно ее разрушаете. Нет, вы не разрушаете свою подосную мышцу, втягивая под акромион. Ее разрушение происходит от перетирания, от многочисленных повторений только в том случае, если она воспалена и увеличена в размере и, собственно, трется об кость. Вы это почувствуете. Невозможно делать подтягивания таким образом, чтобы перетирать себе мышцу и при этом не чувствовать боли. Организм за несколько сотен тысяч лет эволюции смог развить себе замечательные механизмы по информированию вашей личности о том, что что-то не то происходит. С другой стороны, очень многие делают подтягивания, чувствуют эту боль, но не обращают внимания до тех пор, пока не доведут ситуацию до уже совсем беды. Хотя достаточно было просто дать отдыха, просто использовать другие упражнения для того, чтобы воспаление ушло и все в суставе продолжило двигаться так, как это и было заложено природой. Здесь также отчасти будет играть роль и гибкость, подвижность ваших суставов, но меньше. Главная проблема с этими подтягиваниями, почему они могут вызывать травму, это воспаление. Причины воспаления могут быть разными, мы не будем сейчас о них говорить, но если с вашими плечами все в порядке, если вы не чувствуете никакого дискомфорта при выполнении подтягиваний таким хватом, то ничего вы не уничтожаете. Организм это очень прочная штука, поэтому что-то случайно уничтожить, это нужно очень сильно постараться. То многие писали, о, мне 50 лет, я там подтягиваюсь всю жизнь, еще и с весом, и у меня все хорошо. Я так чувствую, это сейчас было в адрес Шредера, был брошен этот камень в огород Шредера. Да пожалуйста, есть куча людей, у которых все хорошо. Мы разные все, это базовое правило. Вам нужно оцифровать это под себя. То есть делать. Слушайте, нам надо просто записывать эти культовые фразы популярных блогеров, вот как у системы тела была фраза про оптимизацию длины мышцы. Вот так же у биомашины про оцифровку упражнения под себя, что бы это ни значило. Свои идеи можете писать в комментариях. Поэтому важно понимать это все-таки, а потом уже пытаться под свою жизнь это подстраивать. Окей, это мы поняли. Также в широком хвате у вас лучше все будет отрабатывать круглые, малые и большие. Широчайшие, и там почувствовать, ну, это не то чтобы идеально, да? Каким бы хватом вы ни подтягивались, основную работу по приведению плеча к центральной линии тела будут выполнять широчайшие. Вы просто не сможете другими из себя мышцами подтянуть, потому что они недостаточно сильные. Да, акцент может смещаться, но основную работу всегда выполняют широчайшие. По-другому и быть не может. То есть даже при такой постановке широчайшие работают очень даже неплохо. Мы все равно их можем почувствовать. То есть это упражнение положение рук безопасно, но еще и эффективно. Да, это мы уяснили. Широкий хват. Никогда не подтягивайтесь в широкий. Обратный хват. Обратным хватом расставляя руки широко. Вот из-за таких безграмотных специалистов потом люди называют нижний хват обратным. Давайте запомним. Если вы беретесь за турник сверху, то это верхний хват. А если вы беретесь за турник снизу, это нижний хват. Обратный хват это совершенно другая тема, которую очень мало кто сможет сделать, потому что она очень и очень трудная. Но на всякий случай сейчас покажу, как она выглядит. Выглядит он вот так. Вот это обратный хват. Если у вас возникает вопрос, что вообще можно сделать из такого положения, то вот вам ролик. Максимум, это ширина ваших плеч. Чем уже, тем безопаснее. Если мы говорим об обратном хвате. Уяснили? Да, в этом моменте правильно. Если мы говорим про нижний хват, то чем он будет уже, тем будет безопаснее для ваших плечей или локтевых суставов. Чем шире, тем это все становится более травмоопасно из-за того, что приходится совершать два совершенно разных движения. С одной стороны вам нужно отводить плечо, а с другой вращать его внутрь. Поскольку эти движения конфликтуют, то под нагрузкой ни к чему хорошему это привести не может. Давайте перейдем к базовым правилам, о которых стоит напомнить, как обычно. Начинаем мы движение с активации, тем самым мы лопаточки сводим, плечи активируем, чуть-чуть приподнимаемся. Мы не начинаем это вот с такого колбасного виса. То есть, хоп, приподнялись, чуть-чуть согнули локти. Я готов к движению. И вот из этого положения я буду работать. Да, это правильно. Начинать движение нужно именно со сведения лопаток для того, чтобы у вашего плечевого сустава было больше пространства. Именно как раз для того, чтобы там ничего не перетирало. Соответственно, более безопасное движение. Я тянусь наверх не своим подбородком, как вас там, не знаю, где научили в школе. Нас, меня в том числе. Вот, вот так, да. Это считается хорошим, правильным подтягиванием. Да, возможно, на соревнованиях. В нашем же случае самое грамотное подтягивание это подтягивание сосочками к перекладине. Отвели спинку. Вот так, да. Тем самым отведение спины, да, выведение рук вперед и отведение спины еще более безопасным делает это движение. Да, то есть мы тянемся не вот так, а вот. Это приняли. Ему приходится отводить спину назад отчасти именно из-за того, что ширина хвата недостаточно для того, чтобы он мог подтягиваться вертикально. Поскольку он, фактически, руки у него находятся перед собой немного, особенно когда он выводит локти, то ему приходится выводить спину назад и тянуться сосками к перекладине, чтобы вообще завершить движение. Нет никакой проблемы в том, чтобы подтягиваться строго вертикально и заводить подбородок над перекладиной. Проблема в том, что многих учат, что главное это подбородок над перекладиной. И поэтому даже, когда они не дотягивают силой мышц доверху, они начинают тянуть вот свою шею, тянуть свой подбородок, лишь бы закинуть его за турник, чтобы им засчитали повторения. Это одна из пяти ключевых ошибок, которые допускают новички в подтягиваниях. Я не рассказывал уже в отдельном ролике, обязательно его посмотрите. И да, это очень большая проблема, потому что везде в школах учат, в различных организациях учат, в фитнес-клубах учат, в секциях учат. И совершенно непонятно зачем, потому что мышцы таким образом не работают. Единственное, что работает, это повышается вероятность получения травмы шейного отдела позвоночника от того, что вы постоянно ее туда тянете. Вам же оно не надо? Не надо. А, соответственно, даже если вы подтягиваетесь так, что ваш подбородок остается подперегладиной, неважно, старайтесь себя выжимать именно мышцами. Со временем, пока вы будете тренироваться, будете становиться сильнее, и вы сможете потянуться достаточно высоко. Положение ног может быть разным. Я все-таки делаю ноги назад. Это позволяет лучше раскрыть спину, почувствовать спину, потому что все-таки подтягивание – это лучшее упражнение для спины. Не лучшее? Нет, не лучшее. Подтягивание – это лучшее упражнение, но не лучшее. Добро пожаловать в Клуб Парадоксов. Прям я чувствую, мы с ним родимся. Нет, на самом деле, когда вы отводите ноги назад, вы не раскрываете спину. Чтобы раскрыть спину по максимуму, нужно наоборот вывести колени вперед, потому что широчайшие крепятся с одной стороны к вашему плечу, с другой стороны к вашему копчику. И, соответственно, когда вы ноги отводите назад, широчайшие чуть-чуть сокращаются от своей естественной длины. А когда вы выводите ноги вперед и, соответственно, подкручиваете таз вперед, то широчайшие достигают своей максимальной длины. А в этом случае, естественно, у них и максимальное натяжение, максимальное напряжение в мышце. И при подтягивании таким образом вы будете получать максимальный результат. Именно поэтому подтягиваться с выведенными вперед ногами гораздо тяжелее, чем подтягиваться ногами, которые, например, скрещены за спиной. Попробуйте потянуться с согнутыми впереди коленями или даже с уголком, и вы увидите, насколько это сложнее. И не потому, что вам нужно держать уголок, а именно потому, что широчайшие растянуты просто по максимуму. Именно, кстати, поэтому все топовые атлеты очень любят подтягиваться с ногами, которые впереди, и таз подкручен вперед, потому что таким образом они получают максимальную нагрузку на свои мышцы спины. Так что нет, биомашин опять не прав. Но оно для спины создано в основном все-таки. Можно вперед ноги убрать, если вы новичок. Это позволит вам создать монолит в корпусе и тем самым упростить движение. У вас просто будет собран весь корпус, пресс будет работать, грудь поможет. Эти нюансы тоже важны. Есть большая разница, насколько сильно вы выводите ноги вперед. Если вы вывели ноги из вертикального положения чуть-чуть вперед, вам станет легче, потому что центр тяжести чуть-чуть сместится. В принципе, вы можете выводить ноги вперед, пока вы не достигнете угла 90 градусов, и вам будет действительно легче за счет изменения центра тяжести. Но как только вы подкрутили таз и подняли ноги до угла в 90 или выше, то вам станет сразу резко намного сложнее, потому что широчайшие растянутся по максимуму. До этого, пока таз ваш никуда не девался, широчайшие не растянуты и находятся ровно в той же длине, в какой они были, вне зависимости, куда вы там ножки немножко поднимаете. Потому что подъем ног в амплитуде до 90 градусов – это не работа мышц пресса, это работа пояснично-подвздошной мышцы, как вы уже знаете из предыдущих роликов. Вот и все, это основа. Не нужно себя бросать вниз. Да, не нужно вот так. Все. Максимально монолитно, цельно и аккуратно. Идем дальше. Да, очень правильный совет. Ни в коем случае не бросайте себя вниз на негативной фазе. Помимо того, что вы таким образом будете терять в нагрузке, ведь вы можете, если вы опускаете себя подконтрольно вниз, это то же самое, что вы подконтрольно себя поднимаете наверх. Для мышц это абсолютно та же самая нагрузка. Даже лучше на самом деле, но не будем сейчас в это углубляться. И, во-вторых, не бросая себя вниз, вы защищаете свой плечевой сустав от резкой нагрузки. Очень часто я вижу на площадке или в кроссфите, когда люди делают подтягивания, бросают себя вниз, и фактически единственное, что удерживает их в висе, это их плечевые связки. Долго ли они протянут? Нет, не очень долго. Поэтому очень распространенная травма среди тех, кто занимается кроссфитом, это именно травма плечевого сустава. Что касается монолита, то здесь, как мы видим, Роман сам при подтягиваниях не соединил ноги вместе и не выпрямил их, то есть тем самым немножко облегчил упражнения. Этому маленькому монолиту есть еще куда расти, чтобы стать здоровенной скалой, скажем так. Следующее, о чем стоит упомянуть. Пока вы не умеете делать 10 подтягиваний, так как я показал, ну плюс-минус, не стоит к подтягиваниям прикасаться в принципе. К подтягиваниям на высокой перекладине, когда у вас ноги не находятся на опоре, когда у вас нет костыля там в виде резины, не нужно. Как вы можете узнать, что вы не делаете 10-15 таких подтягиваний, если вы к ним не прикасаетесь? Потому что нам необходимо к упражнениям подходить уже немножко более интеллектуально. Да, потому что когда вы начинаете подтягиваться, при этом как бы не сматериться-то, создавать колба. Давай за новым. Так, ребят, следующий момент. Пока вы не можете сделать 10 хороших, качественных подтягиваний без опоры ног, то есть вы подходите к прикладине, пытаетесь сделать так, как я показал, учесть всю нюансу, и вы не можете сделать 10 раз качественных, хороших. Ну ладно, 7. Ну ладно, 6. Но не менее. Если у вас начинает включаться колбасня, да, трясучка, вы начинаете там дергаться, тянуться всяко-разно там ножками и велосипедом подрабатывать, забыли о подтягиваниях. Не нужно пытаться таким образом их отрабатывать. Я сейчас начал немножко иначе на все эти вещи смотреть. Когда мы начинаем более обширно смотреть на тренинг, не только узко с точки зрения роста мышц, с точки зрения достижения выносливости, еще чего-то, а в целом, да, здоровьем рассматриваем, смотрим, как это будет влиять на нас на долгой дистанции, как это будет сказываться на нашем скелете, на наших органах и на организме. Лучше избегать упражнений, когда у вас начинается расколбас. Потому что в этот момент вы нестабильны, вы не контролируете. Положение вашего позвоночника и суставов очень непропорционально. Напряжение мышц непропорционально. В данном случае вы можете себя испортить. В том плане, что когда вы начинаете подтягиваться, у вас сколиоз, кривая шея, атлант в череп заехал, еще что-нибудь. Говорит, все правильно, я с ним абсолютно согласен. Упражнения нужно выполнять четко и полностью контролировать тело на всей амплитуде движения. Не нужно дергаться для того, чтобы сделать побольше повторений. Вы не получите нужной нагрузки для мышц, а вот риск получения травмы значительно вырастет. Поэтому подбирайте упражнения, соответствующие вашему уровню подготовки. Если пока вы еще не способны выполнять полноценные подтягивания, или полноценные подтягивания в большом количестве, используйте подводящие упражнения. Огромное количество подводящих, целых пять, я показал в отдельном ролике. Используйте их в своих тренировках для того, чтобы нагрузить мышцы спины, нагрузить мышцы рук и подготовить их к полноценным подтягиваниям, причем абсолютно безопасным для себя способом. А это у многих сегодня. Да, вот таков у нас мир. Нам нужно оздоравливаться. Не только качать мышцу, но и с других вещей начинать. Мы об этом обязательно на этом канале будем говорить. Потому что прежде чем приступать к тренингу, нужно базу поправить, ходить научиться, скелет поправить. И только потом начинать на него накладывать мышцы. Либо делать это параллельно. Поэтому не нужно этого делать. Если у вас что-то не так со скелетом, это скорее всего, вы можете себе это еще сильнее усугубить. И вы этого даже не заметите и не почувствуете. У вас же гор показался как-то случайно. Вы даже этого не заметили. Так же и тут. Все произойдет очень тихо, аккуратно и незаметно. Как работают киллеры? Пока я не утонул в воде, которую на нас льет Роман, я хочу посоветовать отличный, действительно отличный канал, связанный с движением, со здоровьем. Называется SlavYoga. Ссылку я размещу вот здесь и в описании к ролику. Там огромное количество действительно полезной информации со ссылками на различные научные источники. Обязательно зайдите на этот канал и посмотрите. Действительно, очень важно перед тем, как приступать к серьезным тренировкам, убедиться в том, что ваш организм функционирует должным образом. Я буду еще и в других роликах давать ссылки на те каналы, которые я сам смотрю, и в качестве информации, на которых я уверен. Потому что Роман говорит все правильно, но вот сможет ли он донести действительно научную информацию, связанную со всеми этими вопросами, я не уверен. И поэтому считаю необходимым дать вам ссылки на... Итак, смотрите, с чего стоит начинать. Как и в отжиманиях, мы начинали с упрощения. Там были колени, здесь низкая перекладина. Начните с азов. Это не менее эффективно, в том-то и дело. Не нужно этого избегать, не нужно думать, что это какое-то женское упражнение. Нет, совершенно нет. Австралийские подтягивания, естественно, это не женское упражнение, но оно действительно менее эффективное. Эффективность в контексте упражнений – это уровень нагрузки за единицу времени. Есть огромная разница, подтягиваете ли вы весь свой вес на турнике, или подтягиваете ли вы часть веса, а часть веса у вас распределена на ноги, которые стоят на земле. Поэтому эти упражнения действительно различаются по эффективности, и это вам скажет любой школьник, успешно изучивший курс физики. Поставили ноги перед собой и пытаемся повторить все, что я говорил. Руки чуть перед собой, тянемся грудью. Тем самым я отлично чувствую спину. При этом мне ничто не мешает сосредоточиться на этом движении и почувствовать его. Заметьте, и вот подготовительная работа. Когда я освоил, чувствую себя прекрасно, я начинаю потихоньку переходить на подтягивания и делать до момента, пока техника не ломается. И вот так постепенно прогрессировать и расти. Также можно сделать вот такие подтягивания. Не забывайте здесь лопатками работать. Раскрыли, свели. Раскрыли, свели. Тем самым вы укрепляете мышцы спины, готовите их к работе. Отлично. И как бы подтягивания очень однобоко развивают все-таки вашу спину. Я начинал с них. Это были огромное количество подтягиваний. Рекорды ГТО, веса и так далее. Очень непропорционально спина начинает развиваться. Особенно если у вас генетически, как у меня, она вообще не очень. У меня очень плохо растут там трапециевидные мышцы. Вот. И подтягивания очень однобоко ее развили, что теперь мне из этой ямы приходится выбираться. Если Роман выполнял действительно один единственный вид подтягиваний, хватом на ширине, примерно две ширины плеч, да, так называемым широким хватом, да еще с весом и больше никакие другие, то да, он мог развить какой-то дисбаланс в своей спине. Но не нужно говорить, что виноваты подтягивания. Виновата твое скудное воображение. Потому что существует огромное разнообразие вариантов подтягиваний, которые позволят вам прокачать абсолютно все мышечные группы, которые есть в вашей спине. Вы можете варьировать хват, вы можете разворачивать руки, вы можете подтягиваться на перекладинах, можете на столбах, можете на брусьях, на чем угодно. Вы можете подтягиваться горизонтальной плоскости, можете вертикальной, можете под углом. Изменяя все эти элементы, вы, естественно, будете нагружать разные мышцы и смещать акцент, тем самым добиваясь сбалансированного телосложения. В этом нет ничего сложного. Хотя большинство людей действительно это не делает. И с другой стороны, это одна из причин, почему стритворкаут в свое время стал невероятно популярным. Потому что он показал все то многообразие упражнений, которые вы можете делать на стандартных турниках и брусьях. И при этом получать отличный результат в плане силы и мускулатуры. Поэтому с самого начала я вам рекомендую добавлять другие упражнения. Горизонтальную тягу, да, например, резины, да, или какого-нибудь другого предмета в наклоне, да, почему нет. Работу на трапеции, шраги, например, с той же резиной. Под ногами протянули и отработали. Вот. Какие-то такие движения, которые будут вас максимально разнообразно развивать. Тяга резины одной рукой не будет вас никоим образом развивать более разнообразно, чем те же самые подтягивания в горизонтальной плоскости одной или двумя руками. Будут работать абсолютно те же самые мышцы. Даже если вы в наклоне ее будете тянуть, это будет та же самая тяга, и работать будут те же самые мышцы спины и рук. Шраги действительно другое упражнение, которое сложно выполнить собственным весом, если только забраться на брусья, но это не очень удобно. В этом плане, да, резина вам будет помогать сделать жизнь проще. Кстати, если знаете отличное упражнение на шраги, напишите в комментариях, давайте делиться опытом, потому что все такие небольшие моменты, они позволят нам с вами прогрессировать быстрее. Но в общем плане то, что он показал, это никакое не разнообразно. Ну вот и все. Все. Наверное, стоит закончить. По сути, этого видео хватает до конца ваших дней. Ну разве что ваши дни совсем скоро, видимо, закончатся, потому что информации из этого видео не хватит даже на несколько месяцев тренировок, честно говоря. Вы теперь понимаете, как избежать проблем. Вы теперь понимаете азы подтягиваний. Вы теперь понимаете, как к ним подготовиться. Остался лишь путь. Вот методика построения ваших тренировок. Ну это уже, возможно, разговор других видео. Обязательно когда-нибудь мы, возможно, это будем обозревать. А может быть и нет. Это не так сложно уже, как то, что я сегодня сказал. Потому что это приходит через ошибки, с опытом. И только тогда, когда начинает болеть или начинаются проблемы, понимаете, это все пишется кровью, больными плечами и так далее. Много таких людей. Если у вас этого нет, это не значит, что вас это не настигнет. Поэтому лучше двигаться более сбалансированно и заранее предусмотрев стратегически какие-то проблемы в будущем. И все будет окей. Так, дальше у него идет реклама своего платного семинара, поэтому мы не будем ее смотреть. А перейдем сразу к выводам по итогам этого ролика. Роман Биомашин в своем стандартном репертуаре. Опять громкие заявления, опять огромное количество воды, опять очень небольшое количество полезной информации, которую приходится буквально вылавливать, как рыбку из пруда. И без труда этого не сделать. В то же время, те вещи, которые полезны, он действительно говорит все правильно. Часть вещей он говорит правильно, но он сам не понимает, почему они правильно. Ну и часть вещей он говорит совершенно неправильно, несоответствующие действительности. Может быть, сам путается. Может быть, у него пока недостаточно, собственно, опыта и знаний для того, чтобы все это дело объяснить. Общее впечатление от ролика... Я скажу так. На мой взгляд, Биомашин сильно скатился. Очень видна просадка по качеству материала, проработке темы, по сравнению с тем, что он делал даже, может быть, полгода или год назад, когда в роликах он действительно выкладывался, когда видно было, что он готовился к съемке каждого видео, снимал их, они собирали большое количество просмотров, и это было классно. Сейчас то, что он снимает, ничего кроме большого разочарования не вызывает. Мы фактически потратили 11 минут на просмотр видео про потягивания, из которого не узнали ничего нового, чего бы мы уже не знали. Что касается полноты информации, то я бы рекомендовал заглянуть в нашу образовательную программу «Сотка». Она, в отличие от курсов Биомашин, абсолютно бесплатная, и в ней мы рассматриваем это упражнение в разы более детально, или даем гораздо больше информации. Часть этой информации есть на канале, уже сняли ролики, часть есть только в текстовом виде внутри программы. Так что записывайтесь, проходите и становитесь мастерами турников и брусьев, получая отличный результат. На этом все на сегодня. Пишите в комментариях, как вам этот разбор, как вам это видео Романа. И если у вас есть предложения по будущим разборам, то также давайте на них ссылки, мы посмотрим, и на самые интересные сделаем разборы. Ну а если вам понравилось видео, то нас поддержать можно, купив вот такую вот приятную футболочку с логотипом «Сегодня» в магазине Workout Shop. Это наш главный спонсор, либо оформив подписку на Boosty, где нам напрямую будут переходить деньги. Сейчас мы копим на покупку нового микрофона, для того, чтобы звук на роликах стал в два минимум раза лучше. И как только это произойдет, вы сами заметите. Ну а с вами был Антон, канал Street Workout, и увидимся в следующих роликах. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok